Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусного французского тарта. Это соленый тарт. Для его приготовления нам понадобится основа, песочное тесто. Вы можете его купить в магазине, уже готовое. Но сегодня я воспользуюсь помощью своего нового кухонного помощника или кухонного, не знаю до сих пор как правильно, и приготовлю тесто в нем. Все очень просто, взвешивается на месте, уже не надо никуда все пересыпать, перекладывать. Я разобралась и честно вам скажу, на приготовление теста на все про все у меня уходит минут 5 максимум. Действительно очень просто и это на самом деле очень удобный помощник для мам, для занятых леди, для работающих хозяюшек, для тех, кто просто хочет сэкономить свое время. Не удивляйтесь, что тесто у меня получается такого цвета, какого-то не очень свежего. Просто на самом деле я взяла муку, в состав которой входит смесь нескольких злаковых, поэтому она такого серого изначально. Пока готовлю тесто, мы играемся, смеемся с Адрианчиком. Ну вот, собственно, прошло несколько минут и тесто готово. Вы знаете, я проверяю, все ли пройденные этапы, все ли ингредиенты я добавила. Потом выкладываю тесто, формирую его вот в такой вот шарик и отправляю в холодильник на час где-то минимум. У меня тесто простояло дольше. Достаю его потом из холодильника и раскатываю. Раскатываю сразу на бумаге для запекания, чтобы просто не перекладывать и так проще. Проверяю, чтобы тесто не было слишком толстым. Не люблю такие, знаете, твердые, толстые основы. Обязательно прокалываю вилкой для того, чтобы при выпекании тесто не вздулось. Ну и сейчас, вы знаете, я приспособилась, когда делаю тесто сама, то я его потом предварительно без начинки ставлю на несколько минут, ну где-то минут 10 в духовку. Убираю излишки теста. У меня осталось их достаточное количество для того, чтобы сделать еще один мини-тарт. Ну и вот, как я сказала, ставлю в духовку для того, чтобы тесто само по себе немножечко, знаете, так подрумянилось и поднялось. За это время готовлю нашу заливку. Беру 2 яйца, добавляю соль. Все это вот так вот перемешиваю. Добавляю сливки. У меня сливки 18% здесь их в коробочке 200 мл. И добавляю где-то 70 мл молока. Тоже все перемешиваю. Затем я беру козий сыр. Он выглядит вот так. Беру один крупный вкусный сладкий помидор. И беру горчицу. Достаю из духовки нашу основу. Тесто. Оно уже так подрумянилось. Подросло. И теперь я основу смазываю горчицей. Вот что получилось. На горчицу выкладываем помидор. Обожаю такие помидоры. Они действительно очень вкусные, бурого цвета. Делать из них салаты это одно удовольствие. Теперь помидоры я солю. Добавляю базилик. Сочетание базилик и помидоры. И можно еще добавить сыр моцарелла. Это всегда очень вкусно. Выкладываю козий сыр. И заливаю нашей заливкой. Аккуратненько. Все готово. Ставлю в разогретую духовку на 180 градусов. Где-то приблизительно 30-35 минут. Вот такая красота у меня получилась. Тесто не подгорело. Просто я вам говорила, изначально оно было серого цвета. Поэтому сейчас, когда подрумянилось в духовке, стало еще таким коричневым. Я очень люблю соленые тарты. Обожаю этот рецепт. Попробуйте. Надеюсь, что вам понравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Ставить пальчики вверх. И до встречи в новых видео. Всем пока-пока.